добрый вечер дорогие друзья в эфире передача ночной размовар и наш гость сегодня левом беккер город кольн здравствуйте левон добрый день как жизнь что делаете жизнь замечательно пришел с работы покушал сижу с вами общаюсь замечательно у вас очень красивый дом я вам скажу великолепные картины хорошая такая добрая атмосфера левом вы из баку да я родом из баку расскажите что я очень благодарен что я родился в городе баку хотя я по национальности армянин мне это я никогда это не скрою и везде где я нахожусь я говорю что я армянин говорят откуда я говорю что я из города баку чему я горжу а каким вы его запомнили вот какое было ваше детство ваше бакинское детство вот в каком районе родились расскажите пожалуйста вот свою историю я родился уже в далеком семьдесят восьмом году в городе баку на московском проспекте моё детство какое было так же как у всех детей из этого города прекрасное светлое ну как тебе сказать городской школе учились наверно до центральной да я я учился в тридцать четвертой школе на анашкина это где зоопарк туда она наш вот в этой школе номер 34 я учился до тех пор пока не начались некоторые нехорошие моменты нашей жизни а в каком русском секторе до учились правильно да я учился в русском секторе но если не соврать это два раз в неделю были и азербайджанские уроки азербайджанского языка это также как и английский немецкий ну кто какой язык выбирал в нашей школе то есть начальное образование у вас в принципе было таким же замечательным как и у всех советских детей правильно естественно естественно это не зависит как ну как в ссср да это тем более на кавказе там были в любой городе в любой стране кавказа в любой республике то есть были ну как русскоязычные были бы были другие школы азербайджане был азербайджанский уклон где был английский уклон ну ты понимаешь да как обычно его на потом вот начались эти события потом вот как ты поступил как семья поступил у тебя и папа и мама армяне были да у меня папа армянин и мама армянка как я поступил я никак не мог поступить потому что я был не в том возрасте чтобы поступить до решали вопрос в мои родители и бабушки и дедушки то есть они решали вопрос а мы как дети уже следовали за ними ты понимаешь да это и мы как последовали мы сбоку уехали прямой в украину а что с квартиры вот с имуществом как поступало вот вот бабушкину квартиру на завокзальной мы как-то они продали а нашу квартиру так и оставили то есть бабушкину вы продали а родительскую оставили не обменяли на что-то другое мнение она так и осталось и за счет этого после какой был год по моему был восемьдесят седьмой год когда мы до был восемьдесят седьмой год когда мы уехали с азербайджана и мы выехали в украину а почему украину поехали ливон а почему поехали в украину а не в армению например во первых в украине жила у нас родственница это моего родного дяди теща и мы поехали туда потому что ты прекрасно понимаешь те года невозможно было открыто купить квартиру понимаешь прописку делать я знаю что многие армяне сбоку обменяли квартиры кто-то поменялся на квартиру в ереване с а ереванскими азербайджанцами кто-то совершили обмены и даже в туркмении то есть а вы выехали в девяностом или восемьдесят девятом году восемьдесят седьмом году мы уехали из азербайджана с восемьдесят седьмом году уже уехали до восемьдесят седьмом почему я говорю восемьдесят седьмом потому что я 78 года а 10 лет не было я четко помню что десять лет я уже справляну уже я помню свой день рождения 10 лет это было уже в украине я там прожил немного нет вот почему говорю ли вон потому что многие говорят что стали уезжать после событий, которые там были в Сумгаити, а это было в 88-м году. То есть вы уехали далеко до этого, да? Вы уже как бы в 87-м году понимали, что надо уехать, получается? Ну, не мы, а мои родители, наверное, пришли к тому мнению, это нормально, да, что тут-то, может быть, какие-то... Любой родитель беспокоится прежде всего о своих детях, понимаешь? Ну, я понимаю, вот уехали вы в Украину, а дальше вот ваша жизнь как складывалась? Вот вы скучали по Баку, думали, азовались? А дальше моя вот... Да, я до сих пор... Была бы... Как тебе сказать? Вот сегодня я сейчас проживаю в Европе, да? Как-то было время, я даже смотрел путевки, как тебе сказать? Ну, здесь как это, райзобюро есть, ну, как туристические агентства, так же, как в любой стране. Я смотрел по интернету, вылистал, какие гостиницы, какие цены, именно в Баку. Почему? Потому что я хотел туда поехать, и... Ну, я понимал, что есть какая-то опасность. То есть я не один, даже я бы один туда, вот так, знаешь, свободно не поехал. Ну, ты знаешь, многие армяне же приезжали. Эрик Хачатуров, например, в Азербайджан приезжал. Да. Некоторые другие приезжали. Приезжал Альберт Исаков, тоже, по-моему, армянин, например. Да, но спокойно приезжали по несколько раз, и нормально. А вот скажи мне, ты действительно планировал приехать сюда, так? То есть нормально? Если бы у меня сегодня была бы такая возможность, ну, вот сейчас у нас ноябрь, если у меня была бы возможность на Новый год полететь в Баку, купить билет, потратить какие-то деньги, просто элементарно, как я езжу, летаю в Турцию, или как я летаю там в Испанию, да, я бы взял свою семью и поехал бы в Баку. То есть ты веришь в мир между Азербайджаном и Арменией, правильно? Ты бы хотел мира, чтобы люди друг к другу ездили. Ты знаешь что, ты сейчас очень хороший вопрос задал, я тебе от всей души говорю, ты задал такой вопрос, который последнее, ну, сказать, время меня очень так, как не то, что беспокоит, а я верю в то, что, допустим, даже не я полечу свободно в Баку, но полетит мой сын, чисто купит билет, как в Турцию, возьмет свою семью и прямо прилетит в Баку, там придет в свою гостиницу и спокойно, как мы летим в любую страну, он будет так же жить, но он будет по национальности армянин. Ну вот ты понимаешь, например, для многих армян до сих пор Турция это закрытая тема, потому что многие армяне почему-то Турцию обвиняют в чем-то, а при этом миллион двести тысяч армян шикарно живут в Турции, процветают, работают, кормят свои семьи, там армянские школы, церкви, кладбища. Вот ты сам несколько раз был в Турции, правильно? Тебе же там понравилось? Я не несколько, я не несколько раз был в Турции. Вот я со своей супругой, со своим, даже вот почему я говорю, буквально месяц назад мои дети, у меня сын, он уже взрослый, да, он уже совершеннолетний, он со своей подругой просто летал в Турцию на семь дней. Ну, когда тут... То есть там не бывает проблем, что вот, а зачем нам туда ехать, там ведь в пятнадцатом году что-то устроили, там вот этих вопросов не возникает? Нет, нет, слушайте, об этом даже, как хотите сказать, даже у них в голове... Сейчас я себе посажу своего сына напротив, но я не сделаю этого, не скажу, что ты знаешь, что в каком-то году было вот так. Он живет сегодня. А почему многие армяне не хотят следовать твоему примеру и тоже своих детей не воспитывают в том формате, что нужно жить в мире, в дружбе, чтобы открылись границы и все процветали? Ты понимаешь, для меня, даже у моего деда, мой дед 26-го года рождения, даже у него не было вопроса национальности. Хотя он армянин и в свое время так получилось, он верил, он был коммунист такой, знаешь... То есть даже у деда не было ненависти к туркам, правильно? Не было. Почему к туркам должна быть ненависть или к азербайджанцам? Вот, допустим, я очень много общаюсь со всеми, и с абхазами, и с грузинами, и с турками, и с азербайджанцами, и с израильтянами, которые родом из Баку, понимаешь? Мы иной раз в каких-то соцсетях сидим, обсуждаем, допустим, так в шутку. А представляешь, сейчас бы мы поехали в Сумгаид, Сумгаиды там, ну как раньше, да, дали бы рубль или три бы, поехали бы на завокзальную, или в Арменькен, там куда-то в Чайхану, или в Кутабную. Почему я должен, ну, как я тебе сказать? Есть разные люди, ты можешь это понять? Левон Бакевич и Дархарсан, Левон. Дархарсан Бакевич. Ну, ну, я тебе скажу, я не могу в совершенстве говорить, но я понимаю какую-то речь, я могу что-то ответить. Ну, скучаешь, наверное, да, очень. Я знаю, хотел бы приехать ты, я знаю. Ты мне как-то сказал, Чамран Сахла, помнишь? Да, помню. Ну, почему нет, потому что я сейчас, если скажу такую фразу, очень многие люди скажут, я негодяй. Пусть я буду негодяй сегодня в чьи-то в глазах, зато завтра мои дети и мои внуки будут спокойно ездить. То, что мне Вася или Петя скажут, что я негодяй, с меня волосы не упадут, понимаешь? Ну, тогда мы должны верить в южку, в любовь. Нужно строить отношения, вот, нужно как-то найти компромисс. Вот я знаю, что ты очень переживал два года назад, когда были вот события, да, ты знаешь, да, была вторая Карабахская война. Ты переживал, не хотел вот всего этого конфликта. Я наблюдал за тобой, ты достаточно активен в социальных сетях. Скажи мне, ты веришь в то, что ближайшие несколько лет Азербайджан и Армения найдут все-таки общий язык? И если нет, то почему? Я скажу, что я уверен. Не то, что я думаю, я уверен, что придет такое время, оно буквально сейчас 22-й год, пусть это будет край, 25-й год, но это совершится, понимаешь? Потому что сами люди устали. Ты можешь это понять? Сами люди устали. Вот это, как тебе сказать, вот это, вот этот негатив. Ты, Вася, я, Петя, ты, Камран, я, Ливон, вот это, знаешь, ты такой, я, всякой. Я могу с тобой лично поругаться, да, ну, как с человеком. Но я же не могу сказать за Азербайджан. Ты не можешь сказать за Армению, понимаешь? Или не за Армению, а за Армян. Ты же не можешь сказать за всех Армян. Почему за всех Армян? Потому что что азербайджанцы, что армяне, они живут по всему миру. А вот как ты думаешь, открытие Зенгизурского коридора как-то пошло бы на пользу и Азербайджану, и Армении? Вот экономика бы стала расти. Как ты считаешь? Ну, конечно, я не политик, но я тебе так скажу. Любое открытие коридора – это бабки. Это доход в любую страну. Это не надо быть вундеркиндом или там что-то подумать, что он там вот такой. Для чего ты живешь? Для того, чтобы наши дети жили. Ты же для семьи живешь, понимаешь? Для будущего. Так же и это, да. Любой коридор, если ты откроешь, пойдет какой-то, как тебе сказать, какой-то плюс, да, любой стране, какой-то доход. Я не думаю, что... А всем будет от этого неплохо. Но в любом случае найдутся люди, те, которые будут против. В любой нации есть нацисты. Они были, есть и будут. И я стараюсь на них внимания никогда не обращать. Вот это лично мое мнение. А вот как вот решать, Левом, по-твоему, карабахский вопрос? Вот чисто вот, вот, просто вот логично, если подумать, вот как его можно решить именно? Добром, дружбой, товариществом? Я не буду сейчас... Миром. Вот как? Я не буду, я сейчас тебе скажу, как я думаю. Я не буду выдумывать тут, что-то придумывать. То, что я сейчас скажу, я хочу, чтобы был мир. В любом случае, чтобы не страдали матеря ни с той стороны, ни с этой стороны. А то, что там решат политики, я, допустим, не отношусь, да, в данный момент, не... Я живу в Европе. Я не могу сказать, что там в Ереване или что там в Баку. А как ты оказался в Европе? Что они решат? Ты же в Украину поехал с семьей. Каким образом вы вдруг в Германию оказались? Нет, я кроме... Я после этого уехал в Россию. И я вырос практически в городе Москва. Супруга русская? Я закончил школу. Нет, у меня супруга не русская, но наполовину русская. У меня супруга не русская, нет. Но и не немка у меня супруга. У меня супруга из наших краев. Я тебе так скажу, и больше ничего... Нет, это мое личное и личное. Я тебе... Башадыш тем, Башадыш тем, Левон. Я понял, понял. Левон, ты мне... Слава Богу. Скажи мне такую вещь. А вот какие-то блюда вот готовите из вот советской, из азербайджанской, может, из армянской кухни? Что-то вкусное бывает у вас? Буквально позавчера была кюфта бузбаш с салчой. У нас очень много здесь турецких магазинов. И мы закупаемся мясо, зелень, ну и какие-то продукты именно в турецком. Я сам это года назад постоянно съел. Кюфта бузбаш. Ты счастливый человек. А также вот у меня здесь огород, вот буквально за домом. У меня растет виноград. Когда она собирается делать долма, она мне говорит, иди листья порежь. Я иду листья режу, приношу. Она там дальше сама знает, что там делает. Не, ну естественно... Естественно, да, там закручивает или что-то в этом роде. Естественно, мы любим свою кухню, там без разницы, там какую кухню, ну какой блюдо, да. Я не знаю, это она решает, что она там готовит сегодня. А праздники какие отмечаете, Ливон? Какие праздники отмечаете вот в своей семье? Мы отмечаем... Вот сейчас грядет Рождество. Почему мы его отмечаем? Потому что у нас есть дети, они живут в этой стране. И как остальные дети видят подарки, хотя Рождество это не наш... Но мы его отмечаем из-за детей. Понимаешь ты это? Потому что дети ходят, кто в школу, кто уже большой. Они выросли на этом, понимаешь? Я здесь живу не пять, не десять лет. Поэтому как и Новый год следом отмечаем, Пасху отмечаем, день рождения само собой. А с бакинцами с кем-то общаешься, Ливон? Встречаешься там какие-то бакинцы, какие-то товарищи? Может кто-то из Азербайджана? Я сейчас тебе скажу. У меня вот здесь, 18 километров от меня, живет уже мужчина далеко. Ему 50 лет. Зовут его Валера. Он еврей. Ну он из Баку. Он знает и азербайджанский. Ну понимаешь, мне как-то близко с ним общаться. Здесь у меня есть ребята, которые, азербайджанцы с Баку, имеют свой вверх штат. Это как автосервис, да? Допустим, мне надо колеса поменять. Я позвонил, говорю, привет, чувак, а салам, как дела туда? Приду, спущусь вниз, оставлю, ушел. Он пришел, поменял, пришел, забрал. Здесь тоже очень много разных национальностей живет. И грузины, и армяне, и азербайджанцы, и греки живут. Вот я вот не понимаю логики, знаешь, какой, Левон. Если, например, 9 миллионов армян могут жить по всему миру, ну в Америке, во Франции, в Германии, в России, в Украине, везде, почему 50-40 тысяч армян не могут жить в Азербайджане? Например, в Карабахе с азербайджанскими паспортами. Почему? Если есть такая возможность. Вот это же было бы здорово. Ямран, здесь уже, минуточку, вот смотри, да, допустим, в городе Москва, в котором я вырос, еще в юношестве, он, по-моему, до сих пор есть. Есть ресторан «Сказка Востока», есть ресторан «Бакинский дворик», он находится прям в плавающий ресторан. Вот сейчас очень хороший, я последний раз летал до всех событиев в октябре месяце, на Варижской заставе есть такой прекрасный ресторан. Это вообще, когда туда входишь, ты не входишь, ты с порогов полываешь так красиво туда. Ты себя чувствуешь. Азербайджанская кухня, да, да. Там реально здорово. Да, ты там есть, там много есть ресторан, понимаешь, и я не знаю, что творится у вас или в другой стране, но вот в Германии у меня дома очень много бывает, ну, не то, что много, но частенько бывают ребята, которые с женами, ну, с семьями, да, мы же семейные люди. Там азербайджанцы, талаши, горские евреи бывают. Мы придем, посидим или мы ездим к ним. Ну, так как у нас дома, мы можем в 12 и в час ночи музыку, а у нас соседи тут далеко, понимаешь, мы никому мешать не будем. Мы можем и так. Ну, как тебе сказать? Да, допустим, здесь нету, да, такого разногласия. Вот ты там такой, я такой, мы не будем, да, с тобой. Нету такого. Мы с удовольствием встречаемся, общаемся. Даже если кто-то скажет мне лично, я буду сговориться за себя лично, что вот ты армянин, зачем ты пошел с азербайджанцем? Я просто проигнорирую этого человека. Зачем мне это надо? Ты можешь понять это? Я не выбираю на цену. А у тебя есть друзья азербайджанцы, Левон? Вот именно друзья, товарищи? Ну, слово товарищи, друзья, именно друг есть. То есть, ты понимаешь, да, приятель, друг, товарищ, это разные вещи. У меня есть друг и азербайджанец, есть армянин, и есть грузин. Ну, приятели, да, понимаешь? А вот можешь сейчас обратиться, Левон? С кем я близко. К азербайджанцам и к армянам, и вот как-то их призвать к миру, чтобы был мир, чтобы было товарищество, хотя бы, чтобы добрососедство было. Я не говорю там прям дружба на века, но хотя бы хоть с чего-то мы могли бы начать. Да ну вот просто призови всех к миру. Послушай, я обращусь, что к армянам, что к азербайджанцам. Азербайджанцам. Ты понимаешь, вот ты веришь в Бога? Ну, у тебя есть вера? Да. У меня тоже есть вера. Я прежде всего, когда я что-то, какой-то поступок делаю в жизни, я этот поступок в своем мозгу, как тебе сказать, сопоставляю, да, чтобы он был, во-первых, человеческий. И, конечно, не надо, я считаю. Вот это мое мнение. Может, у кого-то другое мнение, но это мое мнение. Пусть люди общаются, пусть дружат. Пусть, вот ты же знаешь, есть в Азербайджане, в Ереване, в других странах, есть смешанные браки. Конечно. Есть там, допустим, азербайджанец полюбил армянку, или армянка полюбил азербайджанца. Правильно? Они же не смотрят этого, что он азербайджанец или он. Они влюбились. Понимаешь? Эти люди им по духу. Они общаются, они создают семью просто. Я и прошу, чтобы ты всем пожелал любви, здоровья. Прошу, обратись ко всем. Хорошо. Ради мира, ради того, чтобы, дай Бог, всем народам, обоим народам, дай Бог, чтобы пришел такой момент, чтобы хотя бы они общались, как тебе сказать, хоть нормально общались, понимаешь? Хотя бы, чтобы я позвонил тебе, сказала, салам, как дела? Или ты мне позвонил, сказала, привет, что, как дела, что делаешь? Просто по-человечески. Не надо там думать, что ты камран, я либо... Чтоб я просто мог тебе позвонить, сказать, алло, а, салам, что делаешь? Я чай пью. Ты помнишь, да, в детстве, еще подстаканники были такие, советское время, железные. В подстаканях их пили чай. Между прочим, между прочим, в подстаканях, вот армуды стакан есть? Да, да. У нас их продают. В армуду стакан продают. Ну, турки же, это, как тебе сказать, у них же есть тут и посудные магазины, любые магазины, начиная от продуктов, кончая вещей. А скажи мне, а вот диаспора, диаспора вот армянская в Германии, вот в городе Кёльн, она присутствует. Вот ты, наверное, ходил на их вечера тоже, правильно? Есть, да. А они тоже призывают, например, к миру, скажи, пожалуйста, вот к миру, к тому, что нужно. Камран, я врать не буду. Такого, такой темы я никогда не слыхал. Такой темы вообще не задается такая тема. Вечер есть, вечер приходит. Ну, просто хочется говорить о мире, хочется, чтобы не было до этого конфликта левого. У тебя дети, будут внуки. Ты хочешь, чтобы конфликт продолжался вечно? Честно. Чтобы всегда все оглядывались. Нет, слушай, ну, о чем ты говоришь? Это не может быть такого, чтобы конфликт продолжался вечно. Хотя, за сколько лет я помню себя, этот конфликт существует. Но я верю в то, что придет время, этот конфликт, конфликта, хотя бы вообще, хотя бы забудут они его, понимаешь? А вот, я очень в это верю. кто, по-твоему, вообще должен первым просто сказать, что хватит? Вот как ты думаешь, кто первый должен сказать все, стоп, давайте найдем общий язык? Кто? Люди, да? Люди. Люди должны потянуться друг к другу. Народ должен потянуться. То есть, вот, ты же часто бываешь в соцсетях. Откуда там берется вот эта ненависть? Можешь мне сказать? Почему в соцсетях столь много злых людей? Почему? Вот откуда это все ведется? Ты понимаешь, соцсеть, это соцсеть. Она, многие ее не воспринимают, знаешь, как, как многие заходят зайти, чтобы поругаться, зайти, чтобы обозвать. Вот, допустим, да ты в соцсети бываешь. Многие заходят, ага, тут пришел он там, или я пришел. Ты думаешь, меня не ругают в соцсетях? Меня тоже ругают все, но я никому же это не публикую, я никому не говорю, ну, какой-то Вася или там какой-то человек какой-то меня обругал. Ну, дай бог. Он выплеснул свою энергию, может быть, или что. Ну, соцсеть это такая вещь, туда заходит от маленького до великого. И все они разные люди, понимаешь? у всех свое мнение. И каждый в соцсети находит свое, как тебе сказать, свое сообщество, или как, своих товарищей, да, понимаешь? Своих приятелей, с кем у них есть общие темы. Левон, я тебе сейчас задам 10 вопросов очень быстро, только ты отвечай, там очень действительно интересные вопросы. Ты готов? Давай, интересные. интересные. Я готов. Поехали. Столица Азербайджана. Баку. Чай вкуснее или кофе? Цай. Любимое азербайджанское блюдо? Кюфта. Кюфта все-таки. Столица Германии? Берлин. О, молодец, молодец. Любимая улица, любимая улица в городе Баку какая была? Московский проспект и Дагестана. Какой был напиток любимый твой в Азербайджане когда ты жил? Тархун. Тархун, лимонад. Я же был. Почему больше всего скучаешь? По воздуху. По воздуху. Каспийское море помнишь? Естественно, естественно, море, набрань, даже атмосфера, понимаешь, это я там родился, осетрину шашлык кушал? Да, у меня дед был военный и каждую субботу его привозили вот с такой осетриной и она у нас до сутки плавала, когда он потом ее зарезал и каждый выходной мой дедушка делал шашлык. Икру черную кушал? Фу, ну, естественно, какой, какой, как тебе сказать, какой бакинский ребенок не ел черную икру. Такого не было. Ни одной национальной. Кто жил в Баку, все они ее ели. Что для тебя главное в Азербайджане? Человек, который там родился и прожил свои годы, детство. прожил там? Я там родился. Все главное. Базар главный. Мой дом. Ну, как со стороны мысли. Все главное. Школа, друзья. Моя первая любовь была азербайджанка. Мне еще было 8 лет. Я даже ее портфель носил до дома. Мама меня ругала, говорила, почему портфель носишь. Много чувства. Именно одной вещей, двух вещей нет. Там соприкосновения во многом. Если бы вы не уехали, не было бы этого конфликта, ты, наверное, сейчас бы ее сумочку носил. Уже женился бы давно на ней. Скорее всего. Кстати, детство вполне возможно. Это судьба. Судьба бывает. Мой последний вопрос. Чего тебе больше всего не хватает? Мне не хватает. Вот честно, сейчас это отличный вопрос. Мне не хватает нашего общения. Понимаешь, чтобы мы вот так сели. Даже не сели, даже я могу пройти, ты будешь сосед сидеть, я приду с тобой нарды поиграю. Просто внезначально. Понимаешь, постоять вообще. Мне не хватает просто человеческого нашего, именно нашего общения. Общаться можно с кем хочешь, но нашего общения... Музыку помнишь, наверное, эти фильмы помнишь, да, Азербайджан фильм, Мештибад. Конечно, конечно, помню, Мештибад, джип-джип-джу-джаляри в детском садике. Я воспитывался в детском саду, в лейтенанта Шмидт, там за заводом был детский сад. Вот я там воспитывался. И каждый год, если ты помнишь, в наши времена, каждый год елка была и нас одевали. Кого волка, кого зайца. Такие костюмы были. И Дед Мороз такой, сватный бородок. Еще помнишь, был фильм Осив, Васив и Агасив. Такой тоже был в нашем детстве. Осив, Агасив или Погасив. Что-то такое, да. Три мальчика куда-то убежали и за ними, короче, весь фильм говорит. Лев ушел из дома. Помнишь, да, все это? Не бойся, я с тобой, какие времена были. Мы с тобой сегодня... Дай бог, чтобы эти времена вернулись. Вернулись. Мы с тобой сегодня очень мирно, очень по-хорошему поговорили. Да. Я рад, что... Я надеюсь, что в нашей жизни, может быть, мы с тобой будем очень старые, а может быть, не доживем. Но я надеюсь, что мы доживем до того момента, когда люди найдут общий язык. Да, надеюсь. Хочется в это верить. Да. И я в это искренне верю. Спасибо тебе большое за столь интересный разговор. Не за что. За добрые слова. Не за что. Желаю тебе мира, желаю нам мира. Вот как часто вы ездите в Турцию, надеюсь, также в будущем и будут возможности и у нас ездить туда и у вас приезжать сюда. Вот это было бы неплохо. Можно строчить. Ты знаешь, очень много есть национальности, которые имеют деньги и хотят отдыхать, как им приятно. Не скажу по кайфу, а как им приятно отдыхать. Понимаешь? Согласен. Возможности есть, желания есть, технически пока невозможно, но дай бог все, все, как говорится, вопрос времени. Придет время, да, вопрос времени. неисповедимы. Я тебя благодарю Левуон. Спасибо за то, что мы с тобой общаемся, находим общий язык. Спасибо за то, что ты так много хорошего рассказал про свое детство, про отрочество, про Баку, про Азербайджан, рассказал про свою семью, про Германию, про Украину, про все рассказал и рассказал все таком позитивным и добром. Ну так, вкратце, вкратце я вам рассказал. И напоследок тебе вопрос, вот такой вот, прямо, знаешь, вот конкретный. Может не надо? Подумай. Хочешь задам? Ты спроси. Нет, нет. Я хотел спросить долма чья? Я хотел спросить долма чья? А что ты подумал? Чья долма, честно? Долма чья? Да. Ты помнишь в фильме Мино? Да. Там Фрунзик Макартычан сказал. Вот тебе весь ответ. Он именно сказал долма. Вот три раза он сказал долма, а не толма. Да. Как говорится. Вот и понятно. Помнишь? Вот тебе, вот я тебе ответил. Я согласен, да. Толма пускай будет армянская, а долма пускай будет наша, как и была. Согласен? Нет, ну... У них толма, у нас долма. Договорились? Идет? Ради бога. Все честно. Вот ты мне скажешь, жена что готовит? Толму или долму? И мы поставим точку. Я прихожу, или, допустим, долму, она тоже, я могу сейчас ее позвать, спросить вот здесь. Скажи, что ты готовишь? Она скажет долма. Все, да. Потому что мы привыкли к этому слову. Спасибо. Это не секрет, понимаешь? Здесь секрета нет. Спасибо тебе, дорогой. Спасибо. Благодарю тебя. Ребята, до новых встреч. Хорошего вечера вам. До свидания. До свидания. Спасибо тебе. Дорогие друзья, с нами была передача Ночной размовар. Нашим гостем был Левон из города Кельн. До свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok